МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа новости на телеканале Обгенск ТВ в студии Георгий Розоваев. И Дарья Человекова. Главная тема выпуска. Летний отдых. Расскажем, где смогут отдохнуть обгенские школьники. Курилка Гутенберга. Очередные лекции в рамках научно-популярного проекта состоялись в Наукограде. Лесной гость. По улице Мобнинска прогуливался лось. Животное, видимо, заблудилось и спешило как можно скорее покинуть пределы города. Где будем купаться? 1 июня в Обнинске открывается купальный сезон. Подошел к завершению учебный год и впереди 3 месяца школьных каникул. Родители уже планируют, где их дети смогут отдохнуть летом. В этом году в июне традиционно во всех школах города будут работать городские оздоровительные лагеря дневного пребывания. Для родителей они будут бесплатными. Школьные лагеря финансируются из областного и местного бюджета. Такой же лагерь дневного пребывания будет работать на базе Эврики во вторую и третью летние смены в июле и августе. Но путевки в этот лагерь будут уже за родительскую плату. Также, как всегда, 1 июня в День защиты детей откроются и загородные детские оздоровительные лагеря. В этом году для наших детей откроют свои двери лагеря «Галактика», «Полет», «Дружба» в Малоярославецком районе и «Звездный», это под Калугой, за Калугой. К сожалению, много путевок нам не выделили, но 730 путевок на город было выделено во все эти оздоровительные лагеря. И, конечно, для детей неорганизованных мы считаем, что у нас маловато путевок, но будем что-то думать и пытаться делать. Помимо лагерей, это и походы, это выездные всевозможные экскурсии. «Полет» примет в основном детей, родители которых работают в НПП «Технология», а также детей, входящих в состав различных организованных групп. В этом лагере отдохнут дети из клуба «Атлант», театра «Студия Улыбка», «Студия рок-н-ролла» и «Биологическая школа». Самым многочисленным станет лагерь «Актива». Он примет 120 человек. Воездной лагерь «Школьного актива» пройдет уже в девятый раз. Работать в лагере будут выпускники Калужской школы комиссарского мастерства и члены Обнинской городской организации Российского союза молодежи. На этот раз будет принято не 60 детей, как обычно, а ввиду большого количества заявок – 120. Лагерь «Актива» пройдет в полете во вторую и в третью смену. Тема второй смены – год добровольца. Тема третьей смены – столетие комсомольской организации. В смене, посвященной году добровольца, дети узнают об истории волонтерства, его направлениях, волонтерских объединениях, которые есть в нашей стране. Встретятся с представителями общественных организаций, органом власти нашего города. Участники смены, посвященной столетии комсомола, познакомятся с историей ВЛКСМ, встретятся с активистами-комсомолами. Приемником этой организации в современной России стал Российский союз молодежи, Обнинское отделение которого и занимается организацией лагеря «Актива». Эти две смены, они очень смежные, очень близки, потому что все-таки комсомольцы, они также были добровольцами в свое время. И, в принципе, тема не будет сильно различаться, не будет какой-то перенасыщенности. Они будут достаточно ровненько, рядом друг с другом идти и дополнять друг друга. Уже, скажем так, будучи комсомольцами, в нашей действительности мы становимся добровольцами. Наверное, это будет основной слоган нашего сбора. В загородные оздоровительные лагеря будут работать четыре смены. С 1 по 21 июня, с 23 июня по 13 июля, с 17 июля по 5 августа и с 8 по 28 августа. Елена Гаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ С 14 по 20 мая в нашей стране проводилась всероссийская акция «Стоп ВИЧ-спид», направленная на противодействие распространению ВИЧ-инфекции. За последний год, по данным Министерства здравоохранения России, почти 34 миллиона россиян прошли медицинское освидетельствование на ВИЧ. Обучающихся в Обнинском колледже технологии и услуг сегодня пригласили на лекцию, посвященную профилактике заражения ВИЧ. Сегодня на лекцию к учащимся приехала специалист отдела медицинской профилактики Калужского центра инфекционных заболеваний и СПИД. Наталья Чистякова сообщила, что количество ВИЧ-инфицированных продолжает расти. Эпидемия ВИЧ-инфекции в Обнинске началась в 1999 году. За весь период было зарегистрировано 659 случаев заболеваний. Мы на сегодняшний момент в плане ВИЧ-инфекции самая неблагополучная страна в мире. По уровню заболеваемости мы на первом месте. Что такое заболеваемость? Ребята, а это сколько в течение года прибавляется вновь выявленных случаев. Впереди нас по абсолютному количеству инфицированных только две африканских страны – это ЮАР и Намибия. Всю прошедшую неделю в учебных заведениях города проводили лекции, викторины и показывали фильмы, посвященные распространению и профилактике заболевания. Специалисты уверены, что о ВИЧ необходимо говорить со всеми возрастными группами. В Калужской области характерно так называемое взросление эпидемии. Многие узнают о ВИЧ-положительном статусе уже после нескольких лет болезни, чем причиняют вред не только своему здоровью, но и подвергают опасности людей, находящихся с ними в половой близости. Излечить болезнь нельзя, но жить с ней можно. И начать лечение лучше на ранней стадии. Светлана живет с этим статусом 15 лет. Для всех желающих после лекции провели анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Врачи рекомендуют проходить профилактическое обследование раз в год. Мотоларинголог, невролог, ортопед-равматолог, кардиолог, детский хирург, педиатр. Консультативный прием будет вестись по предварительной записи, которая ведется по телефону 39 3 52 52 с 10 до 12 часов и с 13 до 15 часов. В субботу в Доме ученых вновь собрались участники научно-популярного проекта «Курилка Гутенберга». Говорили о вакцинах и вакцинации, а еще бы атомно-силовой микроскопии. Те, кто посетил лекторий, теперь знают, что это такое. Перед началом работы лектория Геннадий Ананев вручил его организаторам почетные грамоты от имени главы городской администрации. Мы очень высоко оцениваем эту инициативу, и глава города не единожды был на этом мероприятии. Когда зашел разговор о точке кипения, которая создалась в МИФИ, и, наверное, многие ее уже посетили, мы это обсуждали, и мы сразу сказали, а точка кипения уже у нас вроде бы есть. Это «Курилка Гутенберга». Она уже кипит, уже все происходит. 19 мая пришедшие в Дом ученых прослушали две лекции. Это вакцина вакцинации, мифы в этой области. Считаю, что это очень интересная тема. И вторая наша лекция – это отмосиловая микроскопия. Тоже обещать будет очень интересно. Отвечая на вопрос «Вакцинация – добро или зло?», доктор биологических наук Людмила Комарова рассказала об иммунопрофилактике и о генномодифицированных вакцинах, о мифах и реальности вакцинации. Ну, это действительно для всех, наверное, такая достаточно актуальная тема. Я надеюсь, что здравый смысл все-таки победит перед всей аудиторией. Многие отказываются сейчас от вакцинации, боятся, да? Да, боятся. Есть очень много мифов, про которые я сегодня хочу поговорить. Как раз с ребятами очень много молодых ребят, у которых или маленькие дети, или будут скоро маленькие дети. Очень хочется, чтобы они принимали правильное решение, не верили тем слухам, которые есть. Второй лектор говорил о научных методах исследования поверхности, о том, что можно узнать о поверхности объекта методами атомно-силовой микроскопии и показал, как это выглядит. Я расскажу лекцию по теме, которой я занимаюсь, по атомно-силовой микроскопии. У нас практически все знают про оптическую микроскопию, потому что все мы в школе так или иначе используем на уроке биологии. Но существуют еще другие виды микроскопии, про одну из них я расскажу. Обе лекции вызвали живой интерес у слушателей, и вопросов к лекторам было много. Самые активные были награждены фирменными значками и наклейками с символикой курилки Гутенберга. Летом курилка Гутенберга уйдет на каникулы, а уже в сентябре планируется очередное большое мероприятие – космолекторий. Лекции будут посвящены современным проблемам космоса. Елена Гаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Сегодня обнинцы обсуждают видео, появившееся в интернете. На видеосъемке видно, как по проспекту Ленина в районе бассейна передвигается необычный пешеход – лось. Зверь, судя по всему, заблудился и нервничал, пытаясь ориентироваться в незнакомом ему пространстве города. Наконец он решил пересечь улицу, ошеломив своим маневром водителя автомобиля, а затем устремился в сторону поселка Мирный. По информации, которую сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Наукограда Сергей Краско, на помощь потерявшемуся среди многоэтажек лосью были направлены спасатели и даже егеря, чтобы вывести лесного гостя из города. Однако зверя найти не удалось. Как выяснилось позднее, видеосъемка появилась в интернете еще 19 мая, когда реально лось прогуливался по Наукограду – неизвестно. Еще одно чрезвычайное происшествие наблюдала наша съемочная группа, проезжавшая по проспекту Маркса. Недалеко от пересечения с улицы Энгельса горел КамАЗ. Пожарные, прибывшие по тревожному звонку, немедленно приступили к ликвидации возгорания. Причины происшествия выясняются. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». Утром 18 мая на проспекте Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля одинаковой марки «Мазда». По всей видимости, водитель с рулем «Универсала» сдавал задним ходом и не рассчитал дистанцию до припаркованной машины. Во второй половине дня примерно в 13.30 авария произошла на проспекте Ленина. Мужчина на отечественной легковушке ВАЗ-21010, выезжая с обочины на главную дорогу, из-за припаркованных машин не заметил автомобиль Рено, у которого было преимущество движения. В результате столкновения у «Десятки» оторвался передний бампер. Несмотря на сильные повреждения автомобилей, медицинская помощь участникам аварии не потребовалась. Около двух часов дня на проспекте Маркса столкнулись три иномарки. На этом участке дороги образовался небольшой автомобильный затор, который, к сожалению, не заметил водитель внедорожника марки «Тойота» и на полном ходу врезался в стоящий последнем в потоке «Шевроле». А тот по инерции стукнул кроссовер марки «Кия». Эта авария обошлась без пострадавших. В этот же день в дежурную часть Наукограда поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, два года назад он оставил своему знакомому свой автомобиль марки «Ровер» для починки двигателя. Машина все это время стояла у одного из гаражных боксов на улице Кобицинской. В апреле текущего года иномарка была в порядке. А 18 мая мужчина обнаружил, что дверь вскрыта, и пропали два кресла и запчасти из багажника. В настоящее время устанавливается сумма ущерба. Ведется розыск подозреваемых. Следом сообщение о краже поступило с адреса Мера 18. Пожилой мужчина, который проживает в одной из квартир этого дома, впустил к себе двух незнакомцев, которые представились сотрудниками газовой службы. Они осмотрели технику и сообщили, что нужно срочно менять газовую плиту. Пока один злоумышленник отвлекал пенсионера на кухне, второй проследовал в другую комнату в поисках ценных вещей. Но намеченному плану помешал вернувшийся родственник мужчины. Лжегазовики немедленно покинули квартиру. А после их ухода хозяева обнаружили разбросанные вещи, открытые шкафы и пропажу золотых украшений. И немедленно сообщили об этом в полицию. 18 мая хищение чужого имущества произошло и в обувном павильоне, расположенном в торговом центре на улице Железнодорожной. В первой половине дня, когда в зале не было людей, продавец буквально на пять минут отошел на склад, оставив при этом свой телефон на столике. В это время в зал зашли двое мужчин. И тот, что с белым рюкзаком, воспользовавшись отсутствием сотрудника, похитил мобильный. Вскоре, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, злоумышленник был задержан. Им оказался местный житель, который в апреле текущего года освободился из мест лишения свободы. Задержанный вернул украденную вещь владельцу и уже дал признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания Обдинск ТВ. 1 июня в Обдинске открывается купальный сезон. Где можно будет купаться в Наукограде? На этот вопрос интересующий горожан отвечает начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации Наукограда Сергей Краско. В Обдинске для купания предназначено только одно место. Это территория городского пляжа на реке Протве. На Комсомольских и Белкинских прудах купаться запрещено. А в Протве можно купаться? Она же тоже загрязненно считает. По показаниям регионального управления номер 8, они регулярно делают забор воды и по их рекомендациям купаться можно, но когда вы купаетесь, не нужно заглатывать воду, то есть просто оболоснитесь и если вы вышли из речки, у вас мокрые руки, то эти руки нужно помыть чистой водой, чтобы потом покушать яблоко или те продукты, которые вы с собой принесли. Вне территории городского пляжа купаться не стоит. Только на пляже будет организовано круглосуточное дежурство обминских спасателей, которые в критический момент смогут прийти на помощь. В Протве много родников. Из-за резких перепадов температуры воды человек может внезапно почувствовать недомогание. Кроме того, в летний период нужно внимательно следить за детьми и не допускать, чтобы они ходили на речку без взрослых. Это может привести к самым печальным последствиям. Два года назад на реке Протва напротив горнолыжного спуска нашего мальчик один купался без родителей и в результате чего он утонул, не умел плавать. Мальчику было 9 лет. В этом месте от этого поворота до пляжа, где, не пляжа, а место, где, напротив ангара моряков, за последние 10 лет было 10 происшествий со смертельным исходом. То есть люди утонули. На территории городского пляжа будут дежурить круглосуточно спасатель и водолаз, в распоряжении которых находится необходимое спасательное оборудование. Они обладают и навыками оказания первой медицинской помощи. В других местах купаться строго запрещено. Елена Гаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. И на сегодня это все. Вы также можете познакомиться с новостями на интернет-сайте телекомпании, на наших страницах в социальных сетях. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске новостей. Программа выходит в эфир по будням в 19 часов. А пока мы прощаемся с вами и желаем всего доброго. До встречи.